В поселке Карповка Четинского района уже вторые сутки ищут Костю Долгова. 15 апреля в 4 часа дня первоклассник выехал на велосипеде от родственников, ферма которых находится в нескольких километрах от поселка. На следующий день в районе танковой дороги полицейские обнаружили красный велосипед мальчика. Сегодня утром его следы. Вот речка Сеная. Вот здесь вот дача, вот здесь вот танковая дорога. Вот так вот. То есть вот в этом квадрате будем работать. Вот эти две сопки. Сто военнослужащих, 50 сотрудников МВД, 10 спасателей, волонтеры и десятки машин ищут Костю. Люди не перестают надеяться на чудо. Поиски не прекращаются ни на минуту. Добровольцы рассказывают, что этой ночью остались в лесу, разожгли 12 костров, надеясь на то, что мальчик их увидит. Как вариант, как я понял, что последний след обрывается в этом месте. Ну нифига себе. Ты там не был, да, на том месте? Нет, я не был. То, что я говорю, то, что мне тоже было сомнение, что мальчик 7 лет, да, как бы отсюда, шагал досюда. Да, ну здесь порядка, что там, 80 километров получается. Между тем, возле дома семьи Долговых дежурят полицейские. Правоохранители допрашивают каждого, кто что-либо знает о мальчике. Говорят, что Костя замкнутый и спокойный ребенок. Кроме него в семье еще четверо детей. Все семья как семья. Она не пьюшка, не курящая, не гулящая. Дети ухожены. Всегда чистенькие. Он маленький, как котеночек. Не поздороваться, не пройдет ничего. Дедушка Костя не сдерживает слез. Рассказывает, как ремонтировал тот самый велосипед, на котором больше года катался внук. Мысли о том, что к исчезновению его мальчика кто-то причастен, старается гнать от себя. Мы поехали без 20, 10. И вечером по следу, по его велосипеду. Мы первые были. И оттуда примерно 46 размер. Ну мужской след это, это явно. Ну нет, ну вряд ли. К дому Кости почти каждые 15 минут приезжают автомобили с добровольцами. Александра, услышав тревожную новость из СМИ, не задумываясь, решила принять участие в поисках семилетнего мальчика. У меня есть небольшой опыт. Ну не спасайте. Просто я могу ходить по лесу, могу отслеживать что-то. Ну в общем, я сегодня собралась, я не могла просто лежать и думать, что и как выяснять. Я просто собралась и поехала. Все, кто остался там в городе, они молятся, они в церкви, они уже не знают, что там делают, но они очень сильно переживают. По факту исчезновения Кости Долгова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования поставлен на особый контроль Следственного комитета. Анастасия Удовиченко, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ.